Удивительная постановка, очень красивая программа, которая очень идет Анне Фроловой, 14-летней москвичке. В нынешнем сезоне еще на этапы гран-при выезжавшей со Светланой Пановой, с клуба «Снежные Барсы», но начиная с чемпионата России, тренирующейся под руководством Сергея Давыдова, с которым Аня присутствует и здесь, в Лозанне. Поехали! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Прониклась местная публика вот этим исполнением короткой программы от Анны Фроловой. Мне показалось, что Аня даже в нынешнем сезоне как-то катала лучше, но в целом без каких-либо возможных придирок. Все здорово, все чисто. Может быть, что-то повлияло на настроение, на привычный для этой фигуристки блеск, на тот самый гамбургский счет, который мы традиционно привлекаем, предъявляем к нашим спортсмеркам. Но смотрите, и сама фигуристка довольна, и Сергей Давыдов тоже с улыбкой ее встречает. Это значит, все хорошо. Полноценно работаем и хотим, чтобы Аня Лазанья сделала то, что она может, ну а там уже как получится. Если будет медаль, хорошо. Если не медаль, будем работать дальше и учить сложные элементы. Аня способна на многое. Посмотрим, как получится. Если будет стараться, все будет хорошо. Это слова Сергея Давыдова, незадолго до этого старта, сказанные в одном из телефонных интервью с коллегами. Очень хорошая программа, очень качественное исполнение. Да, может быть, мне не хватило какой-то свободы и раскованности, которую, как мне кажется, я в нынешнем сезоне уже однажды наблюдал. Но, впрочем, это исключительно субъективные впечатления. Возможно, они связаны с оригинальностью телевизионной трансляции. Может быть, с последствиями все-таки многочасовых изменений для юных организмов. Согласитесь, это не так просто. Еще совсем недавно было минус 35, и чемпионат России в Красноярске. Да, прошло уже 10-11 дней, но и тем не менее, все-таки, как получается, 6 часов разницы и 35-40 градусов. Это не самое простое испытание даже для взрослых организмов, не говоря уже о таких вот юных спортсменах. Но в любом случае, Аня справилась со своей короткой программой. Ну что, обойдет кавабы? Как думаете? Мне бы очень хотелось, чтобы обошла. Во всяком случае, ее результаты в нынешнем сезоне позволяют на это рассчитывать. Да и прокат тоже. Приятная, улыбчивая, очень милая фигуристка Анна Фролова. Ну и в прекрасном настроении мы с вами сейчас уйдем таки на небольшой перерыв. 39 баллов за технику, почти 30 за презентацию, 69,07 получает Анна Фролова за свою короткую программу и становится лидером юношеских олимпийских игр. Впереди...